Есть поселковый совет? Сприяние развития спорта, туризма активного відпочинства, отверстия реализации спортивно-культурных собраний. Сприяние на дню допомоги колоновитим молодим в сфере спорту. Ну ладно, я рядом. Работай с пацанами. Твой профиль. В залы. Сприяние розвитку охороны здоровья, массовую физичную культуру, это спорт. Прошел румус, ни слова. Ни слова прошло. Сприяние здоровых групп, физкультурных объединений, спортивных секций и команд. Я понимаю, вы нормальные ребята. Где там шаурма или чебуреки? Организация проведения фитнес-турев. Розвиток международных... Вы не попутали, мальчик. Ребята, давайте встретимся в 5 утра, марш-бросок по пляжу. Шуханем завтра, да? Вы же спортсмены. Давайте в 5 утра марш-бросок по пляжу. Да промойные назад. А там с лопатами можно еще помахать. А потом пляж укреплять лопатами будем. Вот смотри, у тебя метата завтра. Это вид деятельности, да? Метата, прям идеальности. Я не вижу здесь ни одного пункта. А вы сфотографируйте это тоже. А вы знаете, что если человек должен прыгать метр, ему нельзя разрешили. Не надо прыгать полтора. Давай, вот. Вы так взяли, напрямую. Просто мне интересно. Пацаны-спортсмены приехали развивать спорт. А... У нас заведуют секцией. У нас есть запорожье. У нас есть телевизор. У нас телевизор. Ну если вы в Кирилловке, будьте добры, заходите к нашему руководителю. У нас есть... У нас есть... У нас есть... У нас есть... Если у вас есть запорожье, ребят, езжайте в запорожье. Пацаны, помогите вернуть конный спорт. Да, а то у нас бюджет не потянул. Давай, давай. Слышь, свои интересы тут не протягивай. Вот, дозвищать. Вы не против? Ну, нет. Я думаю, это не секретный... Просто мы на досуге изучим. Ну так и что тут изучать? Славное, мы та-то напрям к идеальности. Ни в одном я не увидел. Проверка. Вы поняли, что я это сделал? Нет, мы поняли, но только я не вижу, чтобы твои цели получали. Ну, это ж не лихие 90-е. Ребят, угличный дом тоже можно назвать общественной организацией. Я черняню, что я хожу с бумажечкой. Нет, нет. Ну, это ж не ваш профиль. Зачем вы проверяете? Зачем вы по базам ходите? Зачем вы что-то требуете? Прошу. Ну, значит, вы не одни. Значит, вас кодло еще одни. Да нет, да нет. Да что там? Ребят, приехали заниматься спортом. Занимайтесь. Помогайте. Задокументировано все на видео. У нас есть боксеры, каратисты, шашисты. У вас куча всяких направлений по спорту. Можно и на танцевальные. Занимайтесь своим профилем. Да, танцевальные есть. Да, можете даже его... Хотите предложить помощь опять же? Руслан Анатольевич, пожалуйста. Давайте промойну прокопаем. Вот, точно. Не знаю, сколько рыбы будет. Зимой. Рыба бесплатно будет и вам и нам. Канализация очень нужна. Канализация очень нужна. Не, они спортсмены, профиль и тот. Не, ну копать можно. Копать тяжело. А, ну да. Спортивное... Спортивное положение. Работа на шесть рук быстро. Ребят, очень нужна канализация вот так. Серьезно. Очень важный вопрос. Вот если поможете решить. Ребят, это то и мы поговорили плодотворно. Друг друга поняли, да? Занимайтесь вы своим делом. Вы нам можете пообещать, что вы будете заниматься профильным своим делом? Да ничего не будет. Ну просто еще следующий вызов. Что, 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 что? Там мы будем заниматься профильным делом. Профильным указанным там, да? Вы же понимаете, ребята, мы разговариваем... Вы же пообещали, молодой человек. Но мы же не можем гарантировать вам просто, что все нормально с вами будут разговаривать. Вот. Мы постараемся очень. Это костяк нормальный такой. Нормальных ребят, адекватных. Тут в основном все... Ну ходят то бабушки, то шаурму гоняют, то это... Льбы какие, лоси, блядь. Вот такой колхозный парень... Или в АТО сходили были, городы скопали бабушкам. Они гоняли то Ольгу Малахову с овощами, то пришли шаурму гонять. Ляшко. Ляшко с вилами. Понимаете? Ну это ж такое, бывает. Понимаете, ребята. Мы очень надеемся, что вы нас услышали. Вы вернете к своему профилю непосредственному, указанному у вас в документах. И будете нам помогать развивать наш спорт. Хорошо? Это я вам просто... Это я вам не угрожаю ничем. Есть тем, просто. Чтоб вы понимали правильно. Я просто, ну, остерегаю вас, что всякое бывает. Конечно. Тут колхоз, знаете, такое дело.